Лариса Головина на себе испытала роль должника за коммунальные услуги. Не заплатив за ЖКХ, Четинка лишилась возможности пользоваться водой. Такие ограничения женщине не понравились, а с тех пор она старается исправно платить по счетам управляющей компании и ресурсников. У меня был горький опыт, я не заплатила один раз. И вдруг мне приходят и отключают воду. И для меня это был шок. Без воды мне оказалось не очень комфортно. Поэтому как первое число месяца начинается, я получаю пенсию первым делом. Я оплачиваю все коммунальные услуги. И только потом уже я спокойно могу тратить остальные все деньги. Это не единственный случай, когда собственники или наниматели жилых помещений попадают в такие неприятные ситуации. Копить долги за коммуналку любят многие четинцы. Кто-то уверен, что все благоустройство они должны получать бесплатно по умолчанию. Некоторые считают, что качество предоставляемых услуг на низком уровне и отдавать кровно заработанные за это не нужно. Есть и те, кто просто попал в трудную жизненную ситуацию и копит долги не по своей прихоти. Вместе с этим можно смело выделить категорию горожан, которая исправно платит за услуги ЖКХ. Накопленный долг за коммуналку – это не только высокая нагрузка на самого должника, но и неизбежная трата денег на судебные сдержки и исполнительный сбор приставов. Страдают от этого не только потребители, но и управляющие компании. Большие задолженности ощутимо сказываются на качестве обслуживания абонентов. Собственники почему-то считают, что они получили материальное благо, но все забывают о своей обязанности заплатить за это благо. К сожалению, услуги ЖКХ – это такие услуги, которые оплачиваются потом, после их получения. И многие жители считают, что они их не получали. Начинают, естественно, предъявлять претензии управляющей компании, что они их получали некачественные. А некачественные услуги, они в основном получаются из-за того, именно из-за отсутствия платежной дисциплины у наших граждан. Для того, чтобы у абонентов управляющей компании «Лидер» не копились долги, руководством было принято решение создать отдел по работе с должниками. У каждого из нас определенные обязанности. Кто-то занимается судебными приказами, кто-то оформляет исковые заявления. Также мы работаем с судебными приставами, помогаем им в оформлении судебных приказов, чтобы работа шла чуть быстрее в изыскании задолженности наших должников. Мы видим положительный результат работы нашего отдела. Прирост составляет примерно 10-12%. Здесь нужно понимать, что отдел по работе с должниками – это не грозные коллекторы, которые выбивают деньги. Задача юристов – помочь вылезти из долговой ямы без ущерба для бюджета человека. Для тех, кто не может единовременно платить задолженность за жилищно-коммунальные услуги в силу невысокой заработной платы или тяжелого материального положения, предлагается заключить договор реструктуризации задолженности. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением. Представители УК «Лидер» также советуют читинцам не копить долги за капитальный ремонт домов. Работа фонда капремонта и управляющих компаний очень плотно связана. Если ваш дом из-за задолженности не попал в программу, то силами УК откапиталить здание будет очень сложно. И если, например, у нас нет собираемости в доме более 91% от платы за капитальный ремонт, то этот дом автоматически не попадает в капремонт. И, соответственно, стоит, рушится, и дело, соответственно, до этого дома никому не будет. То есть каждый житель, который живет в доме, несет ответственность именно за капитальный ремонт. К тому же накопленный долг за коммуналку – это еще и запрет на выезд из страны, арест имущества и еще целая куча ограничений. Так что копить долги за коммуналку нынче дело неблагородное. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, Павел Шухляев, ЗАПТВ.